Центральный парк культуры отдыха подготовил насыщенную программу в новогоднюю ночь. Концерты, танцы и другие активности. Давайте вместе с нами, со съемочной группой телеканала МТВ, проникнемся праздничной атмосферой. Давайте узнаем у волгоградцев, какое у них настроение и спросим, почему же они решили встречать 2023 в Центральном парке культуры отдыха. Настроение отличное, новогоднее, танцевальное, веселое. Нам очень нравится, мы часто здесь гуляем, нам очень нравится, здесь атмосфера очень красивая, видно, что за парком ухаживают. Вот, очень здесь зелено, много людей, все приветливые, улыбчивые. Это один из самых наших любимых парков города. Поздравляем всех волгоградцев с Новым годом, город-герой. Приехали посмотреть, отметить Новый год в вашем городе. Очень рады и очень веселы. Молодцы! Это семейный праздник, мы всей семьей гуляем. Настроение отличное, чего и всем желаем. Давай-давай, ваши ручки! Ну, дело, как начинается, наше новое предназначение праздничное программой, на Новый день ночи обещает быть, а с Новым годом, слиться, но давно этого стоит. Мы, если она будет в самом центре, Мордон Гаррин, конечно, в одном из самых лучших вестнице ПКО. Поехали! Ну что, хочется поздравить всех-всех-всех с наступающим Новым годом. Погода не совсем новогодняя, но, тем не менее, все супер. С Новым годом, Волоград! Счастья, здоровья, чистого неба нам! И всего хорошего желаю всем волгоградцам! Чистого неба, здоровья, любви и благополучия! Все дома сидеть, тоже скучно. Пришли сюда, здесь нормально все. Ждем Деда Мороза, поздравляем всех с праздником, с Новым годом, счастья, здоровья и успехов в делах. Всех волгоградцев с наступающим Новым годом! Счастья, добра, удачи, здоровья и благополучия! Всего самого лучшего! С Новым годом! 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 Ребята, всех с Новым годом! Мы с Астрахани приехали специально сюда, в Волгоград, отпраздник. Думали, приедем в мороз, но здесь тоже тепло и все прекрасно. У меня вообще отличное настроение, потому что я работаю в самом замечательном парке ЦПКО. У меня сегодня здесь очень красиво, и я украсила все, чтобы мне было новогоднее настроение, всех поздравлять Новым годом! Если вы замерзли, то здесь есть фудзона. Здравствуйте, а можете сделать классические капучино? Здравствуйте, да, конечно! Спасибо большое! С Новым годом! Хорошего вечера! И вас тоже! Всех с наступающим Новым годом! Желаю всем в Новом году счастья, здоровья, ну и, в общем, всего самого наилучшего! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы все у вас было хорошо, здоровья, чтобы учились вы хорошо! А почему решили, вот, Новый год так отметить? Ну, не сидеть за столом, хочется подвигаться активно! Хотим разнообразить встречу Нового года, просто решили встретить на свежем воздухе! И обязательно же сидеть все время за столом и объедаться! Хочется как-то и воздухом подышать, на людей посмотреть! Это, кстати, мой супруг катался, Дед Мороз! Вот так! Каток Лагуна ровно в полночь засиял яркими огоньками! По периметру льда зажглись 66 бенгальских огней! Искристый фонтан запустили и в честь Нового года, и в честь открытия самого большого детского бассейна в России, который в зиму превращается в самый большой каток в Волгограде! Прикольно! Праздничное хоть настроение, а то смотришь на эту погоду! Это вообще Новый год, а здесь есть Новый год! С Новым годом, ура! Здесь красиво, здесь очень все современно, почему бы не отметить? У меня вот здесь внучки, сын мой, ну почему не отметить? Это же красота! Видели огни как? Да, конечно, блестяще, шикарно! С Новым годом! А мы переместились на каток в парке Раздолье. Тут 2023 решили встретить огненным шоу. Очень интересно увидеть, что же здесь будет. С Новым годом! Джонки Ура! Позац Cash пользовался! Первый раз решил сделать, попробовать. Я год назад видел, как они справляют Новый год, но решил отпраздновать. Мы впервые решили, если честно, встречать на свежем воздухе, надо попробовать все. Но вообще вот этот парк Раздоли нам очень нравится, здесь красиво. Мы хотим поздравить всех с Новым годом, с новым счастьем, здоровья всем, любви и благополучия. Вот так встречали Новый год в Волгоградце, активно и весело. Корректив телеканала МТВ поздравляет вас с наступившим 2023 годом. Желаем, чтобы все ваши мечты и надежды воплотили жизнь. 2 января у главной елки Волгограда в ЦПКО состоялась праздничная программа «Волшебное путешествие в страну новогодия». Интерактив для маленьких волгоградцев подготовил коллектив Центра культуры и досуга «Авангард» Кировского района. Вот и пришел к нам новый 2023 год. Зайки, Новый год, дорогие друзья! Отступили каникулы, значит время отдыхать и веселиться. На сцене самые добрые и веселые песни. Пока дети ждут новогоднего чуда, к елке вышли Дед Мороз и Снегурочка. Традиционно вместе с главными волшебниками появилась и Баба Яга – сказочная чародейка славянских мифов, которая, как всегда, старалась испортить ребятам праздник. Дедушка, а где же Сайка? Заколдовала я вашему Сайку! Надоело! Только про него все в новогоднем лесу и говорят! Чтобы вернуть символ 2023 года, маленькие волгоградцы должны были выполнить задания Бабы Яги. Например, натаскать воды, чтобы наполнить самовар. Пока ребята были заняты столь важным делом, взрослые гости праздника вспоминали рецепт самого вкусного пирога. Когда все испытания остались позади, юные волгоградцы вместе с родителями, Дедом Морозом и Снегурочкой, пустились в пляс. Ребят, давайте себе ситуацию поддерживать наших участников! На радость ребятишкам в Центральный парк культуры и отдыха пришли и ростовые куклы. Снеговик, лиса, змей, горыныч, символ уходящего года «Тигр» и, конечно же, 2023 года «Заяц». Новый год – это всегда надежда на что-то хорошее, мечта о счастье и исполнении желаний. Давайте узнаем у волгоградцев, какие цели они себе поставили на новый 2023 год. У меня план есть такой – съездить в Краснодар к родным, отдохнуть и перейти на новую работу любимую. Желаю всем, чтобы в новом году у вас было много счастья, любви, чтобы у вас все получалось, чтобы этот год был самый лучший. Я поставила себе цели, я хочу более усердно развиваться в конном спорте. Это мое хобби, моя подработка там, скажем, вот. Ну и поставила себе цель стать финансово независимой в плане обучения, сейчас к этому активно стремлюсь. Хочу пожелать всем жителям нашего города главное – здоровья, счастья и успехов во всем, чтобы добивались всех своих поставленных целей. Цели есть, конечно, маленькие секретики, добиться большего в жизни, на работе, конечно же, в учебе хотим тоже немножко подтянуться. Пожелать хотим жителям волгограда добра, радости, радоваться каждому дню тому, что имеешь, улыбаться больше, ну, ценить то, что имеешь. Ну, счастья в новом году, благополучия семейного, финансового. Процветания, долгих лет жизни, праздников, и чтобы ничего не омрачало, конечно же, и хорошая погода зимняя, со снегом. Новый год встретила отлично на работе, на наших интерактивах, здесь в парке. Очень все весело, здорово, у всех было хорошее настроение. Ой, мы замечательно встретили Новый год, но, конечно, без сумбура, без суматохи, так спокойно в семейном кругу. Ко мне приехала подруга издалека, дети были, внуки были. Пожелать хочу, чтобы все люди нашли покой и мира в душе, в сердце, чтобы все у каждого складывалось благополучно, так, как он задумывал. Желаем крепкого здоровья, добра и счастья, чтобы все было хорошо в этом году. Желаем здоровья, любви и тепла, чтобы все неудачи сгорели дотла, чтобы жить не тужить, до 100 лет же довелось. Пусть будет все, что еще не сбылось. Всех жителей Волгограда поздравляем, желаем им здоровья, всего хорошего. Встретили дома с семьей, в теплом кругу семейном. Пожелаем мы только добра, только светлого, только хорошего, чтобы все были счастливы. И мирного неба, самое главное. Встретили замечательно, к сожалению, погода у нас немного такая летняя, может даже. А нам желаю всем стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Я желаю всем счастья в новом году, чтобы в этом году у всех все было хорошо, и чтобы мир был мир. Просветание городу, чтобы город становился лучше, красивее, было где погулять с детьми. Впереди целая неделя новогодних праздников. Муниципальное телевидение Волгограда вместе с символом 2023 года поздравляет всех волгоградцев с Новым годом. Счастья, здоровья и больших успехов. С Новым годом! 7 января в Волгоград пришли настоящие рождественские морозы. Температура воздуха в регионе опустилась до минус 15 градусов. Но арктический подарок не помешал волгоградцам отпраздновать Рождество традиционно по-спортивному. В Центральном парке культуры отдыха состоялся рождественский забег, особенностью которого стали необычные костюмы участников. В полдень у главной городской елки собралась самая сказочная, пожалуй, компания. Здесь и лесные жители, и нечисти, и супергерои. Речь, конечно, о костюмах. Летучая мышь, красная шапочка и главный символ. Вместе мы вяжем, да-да-да. У меня дед хоть и старый, я служил в армии царской и в такой. Поэтому и скажу, как в лозуньке там. Если отдых, то спортивный, если праздник, то активный. Поэтому мы предпочитаем здоровый образ жизни, место застолью. И поэтому все здесь. Перевоплощение в сказочных или фантастических персонажей – фишка традиционного костюмированного забега на Рождество. И тут удивляют, как могут. Образ рандомный на самом деле. Зайка как символ года. Папа у нас волк. Мама был с ведьмой. А старший ребенок – пират. Все в костюмах, да, все нарядные. Мы увлекаемся вегом, поэтому стараемся не выпускать за веги. Я считаю, это мое альтер-эго, правильно? Да, мы так прямо из слова вышли, как муж от вас сил. Так прямо в бегутях. Самое главное – правильно одеться. Несколько слоев. И все будет все-таки. Но плюс волшебная пыльца спасает. Внутренний настрой. Ну а чтобы лучше рассмотреть одеяния участников самого холодного забега в мире, для гостей устроили дефиле. На импровизированном подиуме «Зайца» и «Дедушка Маза» интересный дуэт волка и курочки, единороги, леопарды и сказочная нечисть. И самый долгожданный момент дня – старт. Бегут дружные сказочные компании с улыбками и приветствиями зрителей. В этом году рождественский забег объединил более тысячи участников самого разного возраста и уровня физической подготовки. Бегут с семьями, коллективами, с детьми и домашними любимцами. Сидишь! Хо-хо-хо! Если у большинства участников забега были костюмы, то кто-то бежал совсем налегке в одних шортах. В этом году дистанция для всех одна и символичная – праздничные 2023 метра. Основная часть маршрута прошла по Центральному парку Волгограда. Идет от Центрального парка культуры и отдыха. Бежим до Центрального стадиона, до Волгоград-арены. Возвращаемся назад и здесь финиш у нашей Центральной ёлки. Сегодня зарегистрировано в пробеге порядка около тысячи человек. От малого ребёнка до самого пожилого. Определим лучших победителей, кто на самый яркий спортивный и рождественский костюм. Ну, удивили, наверное, сегодня Аполлоны наши, которые практически в спортивной форме атлетов, гераклов наших. Праздник удался. Всем здоровья, любви и благополучия. Первых победителей на финише встретили всего через несколько минут после старта. Все, кто преодолел финишную черту, получили памятные медали. Лучших бегунов наградили призами. Организатором праздника здорового образа жизни на Рождество по традиции стала региональная общественная организация «Волгоградский марафон» при поддержке Комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда. С Новым Годом поздравляю! Счастья всей душой желаю, что прожить вам этот год без печали и забот. Дорогие волгоградцы, с Новым Вас Годом! С Новым Годом, Волгоград! Дед Мороз с Негурочкой – символ Нового Года кролик, а также множество других сказочных персонажей провели интерактивные игры с детьми и их родителями. Коллектив Дома культуры «Патриот» Кировского района у главной городской елки таким ярким способом поздравил всех волгоградцев с наступившим 2023 годом. Ребята подбрасывают кубик, выбирают тем самым, какую игру они будут играть. Игры самые разнообразные, подвижные, спортивные, интеллектуальные. Могут присоединиться не только детки, но и взрослые поиграть вместе с ними. Дома культуры «Патриот» ведет активную деятельность, в том числе и мероприятия проводят на улице. Мы работаем как в Кировском районе, так и на городских площадках. Несмотря на сильный мороз, Центральный парк культуры и отдыха остается местом притяжения сотен волгоградцев и гостей города на Волге. Мы каждый день здесь, все праздники с 1 января, поэтому мы прям к 12 всегда приезжаем. На каждый праздник классно, все очень супер вообще организовано, вообще молодцы. Мы никуда не поехали, остались в Волгограде, потому что у нас здесь столько всего новогоднего, праздничного, супер вообще для детей, отдых великолепный. И для родителей тоже. Снеговики, тигруля и помощники Деда Мороза – конфетки. Водили веселые хороводы, читали стихи и устраивали новогодние стафеты. И все это на свежем январском воздухе. На старт, внимание, марш! Поздравление с новым 2023 годом от участников шоу-программы пришлось по душе не только волгоградцам, но и гостям города-героя. Праздник хороший, конечно, для детей, вообще как бы для выходные праздники. Приехали как раз на каток покататься, детей привезли, сами покататься хотим. Отдохнуть можно от учебы и хорошенько провести время. Поздравляю свою бабушку Валентину Александровну и Деда Бориса Анатольевича. Всему Котову привет, всем здоровья, удачи в новом году. Праздничная программа длилась на протяжении полутора часов. Артисты «Патриота» подготовили для гостей веселые игры с зажигательными танцами и даже исполнили рождественские песни. Подпевали всем. Рождество, Рождество, распахни врата. Ты любви, торжество, мир и доброта. Мы очень рады поздравить всех волгоградцев с Рождеством и новогодними праздниками. Нам очень нравится дарить новогоднее настроение. Неподалеку от цены работала тематическая фотозона, где сфотографироваться с ростовыми куклами, тигрулей и кроликом Степашей могли все желающие. Яркое шоу-программа завершила марафон праздничных мероприятий в Центральном парке культуры и отдыха. Волгоградские артисты дарили детям и их родителям сказочное настроение на протяжении всех новогодних каникул. Мы второй раз уже приезжаем с ребенком. Нам очень нравится. Здесь каждый раз новое представление. Весело, детка нравится, доча танцует, главное. Хорошо, что делают для народа. Этот парк очень облагородили. Спасибо всем, кто участвовал, здесь делал. Мы сюда приезжаем с Кировского района. Прикольно сделали. В Рождество губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко посетили новые общественные территории, созданные в Центральном парке культуры и отдыха. Каток, а также площадку главной городской елки, которая в этом году стала главной локацией для проведения разноформатных мероприятий в новогодние и рождественские дни. Руководители города и области вместе с волгоградцами окунулись в атмосферу праздничных гуляний, поучаствовали в зимних забавах, прокатились на коньках и тюбинге и, конечно, пообщались с жителями и гостями города-героя. Добавим, что сегодня ЦПКО – одна из самых востребованных площадок для отдыха волгоградцев. Каток на территории Центрального парка – это переоборудованный водный аттракцион. Его площадь – 2000 квадратных метров. Единовременно здесь могут разместиться до 400 человек. Неподалеку от катка работает снежная горка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова